Пока жители северных районов с надеждой смотрят на небо и ждут дождя в центральной и южной частях области с опаской наблюдают за реками. Иркут, Китой, Бирюсинка и ставшая с 2019 года известной всей стране Ия в Тулуне вновь выходят из берегов. В Нижнеудинском районе три населенных пункта уже отрезаны от большой земли. В самые опасные районы переброшены спасатели и готовятся пункты эвакуации. Повторится ли потоп пятилетней давности? Олег Федоров с последней информацией. Уважаемые жители, есть угроза подтопления. Будьте бдительны и осторожны. Такое предупреждение сегодня можно услышать во многих районах Иркутской области. Ситуация с подтоплениями напряженная. Вода выходит к населенным пунктам. Спасатели работают в режиме повышенной готовности. По полсантиметра осадков выпало в Чунском и Нижнеудинском районах. В последнем нарушено дорожное сообщение с тремя населенными пунктами. Закрыто движение по временному мосту через реку Хингуйка. Тем, кого стихия застала врасплох, помогают 30 спасателей и вертолет. Спасатели отработали у нас в двух населенных пунктах. Это Дренио-Ускадуй. Было эвакуировано 14 человек силами спасателей. Также вертолет Ми-8 работал у нас в поселке Октябрьский. 5 человек эвакуировали. Сейчас этим людям нет никакой угрозы жизни и здоровья. Неблагоприятный прогноз метеорологов. С 25 по 27 июля ожидается резкое повышение до критических отметок уровня воды в реке Чуна. Свой характер вновь покажет и река Ие в Тулуне. По прогнозам, к 26 июля вода выйдет на пониженные участки дороги, которые ведут к трем садоводствам. Заявят о себе и река Бирюсинка в районе Бирюсинска. Там уровень может перевалить за полметра от критической отметки. Продолжается потопление и поселка Соляное. В зоне риска село Тавое. Сложная поводковая ситуация будет сохраняться в течение двух ближайших дней. Все органы управления регионального и муниципального уровня работают в режиме повышенной готовности до полной стабилизации обстановки. На местах продолжают работать оперативные группы, спасатели. Оказывается, вся необходимая адресная помощь населению. А вот реки Иркут и Китай поумерили свой пыл. После дождевого поводка вода спала на 65 сантиметров. Под Ангарском сейчас подтоплены всего несколько участков, хотя несколько суток назад их было более 60. В Шелиховском районе также река начала возвращаться в русло. Однако радоваться преждевременно, по сообщениям Гидромедцентра, с 25 на 26 июля по области ожидаются ливневые дожди, грозы, град. При грозах порывы северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Олег Федоров, новости по будням. Продолжение следует...